Это итоги недели. В студии Мария Бересневич. Здравствуйте. А вот заголовки этих уходящих 7 дней. Преезжие медики, безопасный свет и удобная функция. В Беларуси заработало новое приложение для проверки чека. Для чего нужен QR-код. Формула успеха. В стране отмечают День химика. 50 лет назад была открыта центральная заводская лаборатория. Где создаются бренды. Игра на эмоциях. В Абруське активизировались телефонные мошенники. Приехал курьер, которому она отдала деньги. Как не стать очередной жертвой развода. Спасибо за службу. В 83-м инженерно-аэродромном полку прошла церемония увольнения в запас. Для нас это грустный праздник, но мы за них рады. Чему учит армия. Гайд по поступлению. Колледж готовится принять абитуриентов. Каждый официант должен уметь правильно сервировать стол. Кем стать? Новая инфекция, тревожное заявление и майский минус. Жители Бразилии поражаются снегу в южных краях. Какой рекорд показал термометр? Пока без горячей войны. Президент провел совещание по вопросам обеспечения военной безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул. Одна из необходимых для обсуждения тем. Корректировка направлений дальнейшего развития вооруженных сил в современных условиях. Глава государства отметил, у США и России происходит горячее противостояние. Из-за этого нарастает военное присутствие вблизи границ Беларуси. Давление продолжат оказывать и через Польшу, Литву, Латвию. Там будут дислоцироваться войска НАТО, уверен главнокомандующий. По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением. Давно-давно я уже несколько лет назад об этом говорил. Наша беда в том, что Господь нас расположил в центре фактически Евразии, европейского континента. И что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы. Основные интересы крупных игроков. Вот так оно и происходит. Слава Богу, что пока, и дай Бог, чтобы еще раз повторяю, этого не было, пока без военного противостояния, без горячей войны. В Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, проинформировал министр обороны. Эта работа будет вестись по нескольким направлениям. Но главное, отметил Виктор Хренин, вооруженные силы в нашей стране не инструмент ведения войны, а инструмент ее недопущения. Мобильное приложение, безопасный отдых и летний тариф. В Беларуси с июня вводятся новые цены на отопление, подогрев воды, газ и электричество. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Минздрав упростил прием на работу украинских медиков. Врачи, медсестры и провизоры смогут найти вакансию по специальности, даже если с документами есть проблемы. На руках достаточно иметь диплом об окончании профильного вуза. Не будет препятствием и отсутствии трудовой книжки. В Беларуси вводятся новые цены на отопление, подогрев воды, газ и электричество. Кроме того, с 1 июня отменяется разделение на так называемые летние и зимние тарифы. Для тех, у кого дома стоят газовые котлы. Нововведение позволит потребителям не отслеживать даты начала, окончания отопительного периода. В стране запущено новое мобильное приложение. Теперь достаточно поднести телефон к QR-коду на чеке, скопировать его и узнать, поступил ли квиток в налоговую и легально ли работает продавец. Ведь уже все, кассовое оборудование на рынке должно быть подключено к системе. Если покупателю не выдали чек или его нет в базе, можно отправить жалобу прямо через программу. В республике проходит акция «Внимание, дети!». Автомобили до 5 июня в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение – до 96 рублей. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными вблизи детских учреждений, в проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Милиция напоминает о правилах поведения в преддверии летнего сезона. Закупание в запрещенном месте грозит штраф до 96 рублей. За разжигание костров – до 384. Распитие алкогольных напитков помимо взыскания может дойти до административного ареста или общественных работ. От фармацевтики до автомобильных масел в Беларуси отмечают День работников химической промышленности. В Бавруйске основное предприятие отрасли «Белшина» над изготовлением продукта, на котором колесят по всему миру, трудятся свыше 7,5 тысяч человек. Это сборщики, слесари, инженеры и электрики. О создателях брендов Ольга Васенда. Полувековая история. 1971-й. На экспериментальном участке изготавливается первая белорусская шина для 27-тонного БелАЗа. Спустя 12 месяцев вводится в строй завод КГШ. Время идет, меняются названия, а суть остается той же. ОАО «Белшина» – одна из крупнейших компаний такого профиля в Европе. Была, есть и будет. Сердце предприятия – центральная заводская лаборатория. Именно здесь зарождается рецептура резиновых смесей. Инженерно-технический центр в этом году отпраздновал своеобразный юбилей. То есть 25 лет назад приказом генерального директора Полу Белшина был создан инженерно-технический центр. Да, входили в основном конструктора. Потом и 50 лет назад была открыта центральная заводская лаборатория, которая занимается рецептуростроением, вулканизацией. Андрей Люштек устроился на завод 12 лет назад. Начинал молодым специалистом в статусе инженера. Пробовал себя и на месте технолога. Теперь обязанности шире – от подбора сырья до проведения испытаний. Все делается под его четким руководством. Мужчина признается – занимать пост главного химика – большая честь. Работав первых своих два года, опять же, я тоже не думал, что я останусь на Белшине работать. Но этот вот шинный коллектив затягивает оно все. И уже сейчас даже и не представляю вообще другую специализацию. Много всего отдано этой отрасли. Она очень узкая, очень узкие специалисты мы. То есть нас нелегко перекидывать на другую профиль. В среднем за год здесь разрабатывается порядка 97 новых рецептур. Специалисты придерживаются строго технологического процесса. Изготовление резиновых смесей, деталей покрышек, сборка, вулканизация и проверка качества. В ассортименте шины как для легковых, так и грузовых машин. Гордость предприятия – сверхкрупногабаритные изделия. Это одна из самых больших шин в мире. Ее диаметр 4 метра, вес 6 тонн. Производится для карьерных самосвалов грузоподъемностью до 450 тонн. Белшина давно стала брендом Беларуси. Компанию знают и уважают как в стране, так и за ее пределами. География поставок от Египта до Сингапура. Главный партнер – Россия. Туда отправляется 60% продукции. В целом за 2021 выпущено свыше 4 миллионов шин, продано за рубеж почти на 700 миллионов рублей. Одним из самых значимых показателей, на моем мнении, является стабильный выход в плюс от реализации, начиная со второй половины прошлого года. Подчеркну, сейчас совместно с консалтинговой компанией Ernst Young разработана стратегия. Она сейчас актуализируется. Она до 2026 года. Вот это, я думаю, даст не краткосрочный, но в долгосрочной перспективе будет эффект заметен. Он будет существенен. В этом году на предприятии готовят к постановке на серийное производство 18 новых моделей. Планируется увеличение присутствия на отечественном рынке. Цифра в 27% через 4 года должна вырасти в два раза. Развивается и промышленный туризм. Первыми увидеть, где трудятся родители, могут дети шинников. Акцент на преемственность поколений. Сначала был восторг от всего увиденного. То, что здесь происходит, это невероятно. Потому что этот запах, эти большие шины, очень было интересно. Здесь какая-то такая династия, можно сказать, моей семьи. Мои родители начинали работу на этом предприятии. Я здесь ее продолжаю. Я хочу заинтересовать своих детей. Возможно, они тоже захотят продолжить нашу... И будут иметь преемственность какого-то поколения и продолжить свою жизнь на этом предприятии. Мне очень понравилось. Я здесь впервые. Ну, меня поражают эти вот размеры шин. Как их делают. Интересно очень. В преддверии Дня химика Белшина чествует лучших специалистов. В зале люди, в чьей жизни комбинат сыграл немалую роль. Наградили здесь больше полусотни человек. Тех, кто добросовестно трудится на благо предприятия. Для них грамоты, цветы и, конечно, подарки. В том числе музыкальные. Праздничное настроение создают звездные ведущие и именитые коллективы. К нашему дню профессиональному выпустили новый типоразмер 19 дюймов. Сейчас у нас будет уже производиться эта шина. И владельцы кроссовера могут обуваться на нашу новую шину, которая не будет хуже. Которая будет не хуже мировых производителей. В планах расширить объемы и закупить новое вулканизационное оборудование. А самое главное – запустить в производство цельнометаллокордные изделия. Линейка уже прошла испытания. Специалисты убеждены – это очередная успешная формула шин. Ольга Басенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Дела армейские. В Беларуси увольняют запас солдат срочной военной службы. На строевом плацу личный состав 83-го инженерно-аэродромного полка. За плечами почти двух десятков бойцов насыщенные будни. Учения, полевые выходы, стрельбы. Каждый из них доказал свою верность долгую присяге. Кто-то здесь был год, некоторые полтора. Но все признаются – время пролетело как один день. Не могу сказать плохо. Все отличные парни. Всем огромное спасибо за службу. Хотелось бы сказать, что наши ребята сегодня уходили со слезами на глазах. Для нас это грустный праздник, но мы за них рады. Они приобрели бесценный опыт, который им, несомненно, пригодится в дальнейшей гражданской жизни. Опустевшие ряды в строю белорусской армии уже занимают новобранцы. Призывы в Бобруйске подлежат свыше 1200 человек. Всего на верность родине присягнут около 10 тысяч парней. Более трех миллионов рублей отдали пенсионеры жуликам. Правоохранители бьют тревогу, а аферисты продолжают свои темные дела. Жертвами, как правило, становятся пожилые, а значит, более доверчивые люди. Свои кровные они отдают сами, лишь бы с их близкими не случилось беды. Как не угодить в лапы преступников? Далее. Татьяна Иванова. Имя вымышленное. Каждый час звонит своей маме. То, что на днях с ней произошло, у дочери просто не укладывается в голове. Пока та была на работе, пенсионерке позвонил якобы следователь и сообщил, что ее сын попал в аварию, сбил человека. Чтобы решить вопрос, нужно заплатить. Женщина, не сомневаясь, пошла на отчаянные меры. Отдала последнее сбережение – 3 тысячи рублей. Приезжаю домой, спрашиваю мамы. Мама, скажи, пожалуйста, почему ты не ложишь трубку телефона? Почему у нас все время занят телефон городской? А она мне говорит, так как? Тут следователь звонил и сказал, чтобы я не отключала связь. По времени, я так понимаю, что это длилось пару часов, потому что, ну, чтобы она не смогла никому позвонить. Чтобы родственники не могли пройти инициативу и позвонить в милицию. В общем, приехал курьер, которому она отдала деньги. Похожих историй в последнее время становится непростительно много. Каждый день на уловки телефонных мошенников попадаются десятки пожилых людей. Суть всех обманов одна – доверчивость. Теперь аферисты чаще звонят на стационарный. Погружают своих жертв в стрессовые ситуации так, что те не успевают опомниться. И в мгновение ока отдают все, что копили долгие годы. Что хотел бы посоветовать всем жителям Республики Беларусь, в частности, жителям города Бобруйска. При совершении звонков по телефону и сообщении им о том, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, незамедлительно связывались с теми родственниками, про которых идет речь, и уточняли в действительности, происходило ли какие-либо события по факту ДТП. Свести концы с концами непросто. Однако тех, кто наживается на чужих кошельках, находят. За неполные два месяца в стране заведено более 200 уголовных дел. Задержано порядка 70 человек. Жуликам пенсионеры отдали более 3 миллионов рублей. Жертвами аферистов становятся и дети. В соцсетях им предлагают поучаствовать в розыгрышах, в мессенджерах рассылают предложения о работе. Или вовсе просят контакты родителей. Втереться в доверие к ним проще простого. Блокировать сайты с запрещенным контентом, отслеживать местоположение ребенка и установленные им приложения можно через родительский контроль. В Play Market и App Store мамы и папы могут выбрать программу под свои запросы. Всего пару кликов и спокойный сон обеспечен. Чтобы не попасться на крючок аферистов, поможет и акция «Декада кибербезопасности», которая продлится до 1 июня. Специалисты уверяют, чем раньше начать объяснять детям главные правила цифровой гигиены, тем прочнее они усвоятся и тем больше шансов защитить молодежь от хитрых уловок мошенников. Ольга Васинда, Кристина Арианс, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Прощай, школа! Последний звонок для выпускников прозвонит уже 30 мая. В Бобруйске торжество начнется в 14 часов на Площади Победы. Почти 1011-ти классников поздравят творческие коллективы. После традиционная праздничная колонна прошествует до Площади Ленина. 10 июня по всей стране пройдут выпускные вечера для 150 тысяч учащихся. Проведут их в учреждениях образования. Кем стать? В колледже тем временем готовятся принимать абитуриентов. Вступительная кампания начнется уже в середине июня. Для тех, кто еще не успел определиться, проводят профориентационные встречи. Каталог профессии полистала Карина Гуревич. Летчик, врач, балерина или кинозвезда. Каждый ребенок хоть раз представлял, кем хочет стать, когда вырастет. Но приходит взрослая жизнь и все оказывается не так-то просто. Поворотный момент настал и для Дианы Тарасевич. Выбор помог сделать аграрно-экономически. В планах у девушки взять целевое направление, а затем вернуться в родное Михалева и работать юристом на предприятии «Невский Агро». Нужен характер, и ты в этом будешь всегда справедлив. Это вот очень большой, огромный плюс. Вот, то, что ты всегда сможешь отстоять свою точку зрения, там, не только как по человеческим факторам, а еще и по законам. В этом году колледж возобновляет обучение на техника-сантехника. Сейчас предприятия города как никогда нуждаются в таких специалистах. На выбор абитуриентам также бухгалтер, строитель, юрист и программист. Поступать можно как после девяти, так и одиннадцати классов. Плюс иногородним предоставляют общежития в шаговой доступности от учебного корпуса. Все, кто закончили колледж, имеют возможность поступить на сокращенную форму получения образования в высшее учебное заведение. В любые по родственной специальности у нас множество секций, множество кружков, творческих объединений. Поэтому ребята очень активно занимаются спортом, вокальных группах, танцевальных коллективах. Торговый экономически предлагает стать продавцом, поваром и кондитером. Отбор проходит по конкурсу среднего балла. Для тех, кто готов продолжить обучение, есть возможность получить диплом товароведа. Если сделать выбор сложно, погрузиться в профессию позволяют прямо на мастер-классе. Каждый официант должен уметь правильно сервировать стол. Сначала выставляют тарелки. Вилки слева, ножи справа. Между приборами обязательно полсантиметра. Затем фужеры, бокалы и лишь в самом конце салфетка. В целом же колледж создает все условия, чтобы учащиеся развивались в любой сфере. От конкурсов профессионального мастерства до тематических дней. Плюс ребята могут представлять свои изделия на городских праздниках, также набираться опыта в кафе и ресторанах, а после получить работу. Поскольку мне показали, как правильно держать нож, руки, как правильно двигать рукой, я думаю, вау, ничего себе, так разве можно было? И у меня начало это получаться, конечно, не сразу. Колледж Ларина, в свою очередь, обучает на изготовителя изделий из керамики, резчика по дереву и бересте, художественного оформителя, столера и техника-технолога. В помощь опытные мастера и профессиональное оборудование. Здесь нет работы в стол. Творчество учащихся продается в местном магазине. Тематический товар можно приобрести, например, к Новому году или Пасхе. У нас есть возможность поступить учащимся с общим средним образованием, то есть на базе 11 классов. Срок обучения составляет всего один год, и они получат специальность «Станочник деревообрабатывающих производств». На базе 11 классов учащиеся также получают стипендию. После подачи документов абитуриентов ждут вступительные испытания. На базе колледжа предусмотрен недельный курс, который обойдется в 50 рублей. К слову, можно здесь получить и образование воспитателя детского сада. Программу внедряют современные методы. На выходе получаются специалисты широкого профиля. Учили то, с чем связаны некоторые реакции детей, которые раньше не были понятны. После того, как прошел курс психологии, это уже оправданно. То есть мы понимаем, чем это вызвано, как с этим работать и какие меры предпринять для того, чтобы этого не происходило. Выкроить летнее платье, нанести идеальный нюдовый макияж, подобрать прическу на вечеринку. За этим в технологические. В топ-листе специальностей швея, парикмахер, портной, визажист. Абитуриентам предлагают не только плодотворное обучение, но и интересную творческую жизнь. Колледж поддерживает своих ребят во всех начинаниях. Те ребята, которые обучаются по профессии, допустим, швея, получают не только профессиональные навыки, обучаются не только востребованной в наше время профессии, с помощью которой можно зарабатывать. Но кроме этого, они могут развиваться и в творческом плане. Яркий пример – мастера производственного обучения ребята участвуют в конкурсах творческих, конкурсах мастерства. Выпускникам стоит поторопиться. Вступительная кампания стартует уже в середине июня. Но перед этим школьные экзамены пройдут они с 1 по 9 число. Вопросы в этом году остались неизменными. Следующим девятиклассникам придется сдавать историю Беларуси. А у одиннадцатых исключат этот предмет и иностранный. Добавятся тесты по русскому или белорусскому языку и математике. К слову, победителям Олимпиад по соответствующим предметам выставляют 10 баллов. Абитуриентам лишь остается сделать последний рывок. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чичерин. Итоги недели. Лето, солнце, жара. В загородных лагерях стартовал горячий сезон. На днях свои двери распахнули мечта Ищаткова. Первая группа отдыхающих уже разлаживает свои вещи по полкам. Насыщенная программа буквально с порога. Знакомство с бытом, соседями по комнате, воспитателями. В планах выбрать капитанов, отрядов, придумать девиз и название. Особое внимание здоровью. В первую очередь проверяют наличие медсправки. Дважды в день будут измерять температуру, плюс проверка на педикулез и обработка помещений. Вся воспитательная работа в этом году будет посвящена, конечно же, году исторической памяти. И непосредственная работа будет идти в этом направлении. Кроме того, мы предлагаем еще оздоровление в дневных лагерях, которые будут организованы на базе учреждений дополнительного образования и школ. Порядка 3,5 тысячи детей смогут пройти оздоровление и там. Каждый день расписан поминутно. Зарядка, обед, здоровый сон, дискотеки, конкурсы, спартакиады, работа кружков по интересам. Мечта уже приняла на первую смену полтысячи ребят. Еще 60 отправились в Щатково. Всего же за лето в Бобруйских загородных лагерях оздоровятся почти 3 тысячи мальчиков и девочек. Страшная трагедия, американский напиток и золотой запас. Пшеницы в мире хватит только на 10 недель. Кто в зоне риска? Далее обзор громких сголовков мировых новостей. Объединенные Арабские Эмираты стали первым государством из стран Персидского залива, где выявлен случай оспы обезьян. Тем временем заболевание распространяется в Европе. В ООН заявили, запасов пшеницы в мире хватит только на 10 недель. В зоне продовольственных рисков оказались 400 миллионов человек. Также эксперты отмечают проблемы с удобрениями, которые возникли на фоне санкций. Еще больше усугубили ситуацию отказ Индии от экспорта и засуха. В результате стрельбы в школе города Ювалт американского штата Техас погибли 19 детей и двое учителей. Инцидент произошел утром 24 мая. Уже спустя час полиция сообщила о задержании стрелка. Им оказался 18-летний парень. Его ликвидировали при задержании. Незадолго молодой человек напал с оружием на свою бабушку. Бразилия переживает самые низкие температуры, когда-либо наблюдавшиеся в ее южных землях. Столбики термометров опустились до отметки в 6 градусов. Местные жители удивляются снегу, а здесь не видели его уже 15 лет. Тем временем в Индии борются с сильной жарой. Франции угрожает засуха, а в Германии лето наступило в середине мая. Старбакс уходит из России. Американская компания успешно вела бизнес в стране 15 лет и открыла 130 кофейн. В то же время порядка 2000 сотрудников сети продолжат получать зарплату в течение 6 месяцев. Плюс им окажут помощь в поиске новой работы. К слову, недавно о закрытии объявила Макдональдс. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин